Доброе утро, дорогие мои! У меня есть 7 списанных свитеров, их уже использовать по прямому назначению нельзя, и я им буду сейчас дарить вместе с вами вторую жизнь. Сначала я разрезаю все по швам, отрезаю рукава, разрезаю локтевые швы, разрезаю плечевые швы, убираю резинки с горловины, потому что резинки уже слишком изношены, их выбрасываю нещадно. Теперь мне нужно нарезать квадраты со стороной 12 сантиметров, в готовом виде они будут 10 сантиметров. Шаблон для одного квадратика, плюс для удобства и для скорости я делаю длинный шаблон шириной 12 сантиметров, и с одной стороны прямой угол, с другой стороны острый угол, он нам понадобится, некоторые элементы будут кроиться под 45 градусов. И все, я очень быстренько нарезаю полоски, а затем с помощью одиночного шаблона нарезаю квадраты. Я так поступаю абсолютно со всеми деталями. В данный момент у меня уже нарезаны два свитера, и я делаю примерку, посмотреть как получается, не получается. Результат меня устраивает. Теперь нарезаю все остальное. Свитеров больше не существует, у меня получилось вот столько квадратиков. Теперь я заготавливаю подклад. Подклад у меня трехслойный, нетканый материал, синтепон и подкладочная ткань. Подкладочная ткань у меня в полоску, и этим я воспользуюсь. Мое покрывало будет одновременно и собираться, и простегиваться. Так как у моего подклада геометрический рисунок направленный, с одной из сторон я намечаю угол под 45 градусов, и нарезаю много полосок под 45 градусов. Сразу оснаравливаю все. Смотрите, у меня будет подклад собираться вот так. Прямые косые, прямые косые полоски. Теперь я заготавливаю первую центральную полоску. Стачиваю шириной шва 1 см квадратики. Так как плед будет прямоугольный, я начинаю с полоски из 6 квадратиков. Вокруг нее будем строить весь остальной плед. Я сначала 6 квадратов, и затем беру полоску подкладочной ткани. Накладываю ее наизнанку, закрепляю булавками подклад и квадратики. И теперь я начинаю собирать вторую полоску квадратов. Кроме того, что я их подбираю, естественно, по цвету, чтобы рядом не было одинаковых, Кроме этого, я еще делаю один квадрат поперек вязка, второй квадрат, рядом квадрат, повдоль вязка. То есть они всегда в шахматном порядке, поэтому не будет ничего вытягиваться. Теперь самое важное. Основной принцип сборки покрывала с одновременной стежкой. Я взяла вторую полоску подклада и помещаю их лицом к лицу на первую полоску квадратов, заготовленную с подкладом. Поместила. А вот это низ, изнаночная сторона. Здесь подклад. На подклад я помещаю вторую полоску подклада. Здесь она уже под 45 градусов. Это очень хорошо видно, что все по-разному. Вы сейчас поймете. И теперь я вот этот сэндвич стачиваю, естественно, совмещая швы, стачивание квадратов. Все получилось сначала. Теперь я все отгибаю влево. Все, кроме второго слоя подклада, который по диагонали декоративной строчкой, я настрачиваю припуск. У меня там строчка, веточка с цветочками. И все. Первая простегана. Теперь идем по кругу. У меня торец этого полотна. Я беру два квадрата, стачиваю их и также совмещаю шов стачивания. Здесь он один. Это с лицевой стороны. С изнанки я добавляю полоску подкладочной ткани по косой. Сначала этот сэндвич. Я уголочки высекаю, чтобы не было толщины. Затем отгибаю все влево и настрачиваю припуск на шов на подклад декоративной строчкой. Далее идем по кругу. Здесь уже надо семь квадратов стачать. Я их подбираю. Опять же, на одном квадрате направление вдоль, на другом поперек. Все стачиваю простым швом. Затем накладываю на маленькое полотно. Совмещаю все швы. Я их скалываю булавкой, чтобы все было очень красиво. С изнанки добавляю подклад по диагонали. Настрочила. Отгибаю все влево и настрачиваю в декоративных точках и пуск на шов на подклад. Вот это изнанка. Я делаю все по кругу. Как только закончится круг по диагонали подклада, я буду пришивать полоски, которые выкроены по долевой. Все процедуры очень однообразные. Вот я уже много-много сшила. Сейчас очень длинная полоска у меня. И сейчас я одну из последних полосок тоже вместе с вами притачиваю. Все точно так же, как с маленькими полосками. На лицевую сторону пледа я прикалываю полоску квадратов стачаных. А на изнанку я добавляю подклад. Выкроенную по косу. И все. Притачиваю и затем настрачиваю на подклад припуск на шов. Я собрала все одеяло. И теперь я закрепляю по периметру все квадратики, чтобы они не мешались дальше с обработкой. Все, я закрепила. Теперь я беру полоску подклада и притачиваю ее по периметру. Это окантовка. Дохожу до угла. В этом месте я складываю окантовку в проектное положение. То есть загибаю на краях по сантиметру и перегибаю наполовину. И режу на 45 градусов с одной стороны и с другой стороны. И по такой форме я обтачиваю этот угол. Далее я обтачиваю. Опять попадается угол. Еще раз показываю. Заколола окантовку, как она будет в изделии. И срезала по 45 градусов. Раз и два. И опять получился идеальный угол. В углу я разворачиваюсь на иголки. Получается вот такой угол. Все закрыто. Все строчки закрыты. Угол получился вот такой. Все закрыто. Все чисто обработано. Все под 45 градусов. Теперь свободный край окантовки я заметала по периметру, чтобы сейчас он мне не мешался. И я по тайными стежками закрепляю окантовку. Мне так больше нравятся строчки здесь лишние. И так вот он готовый плед. Направление вязания на каждом квадрате взаимно перпендикулярно. Изнанка. Вот эта строчка, которой я настрачивала только припуск на подклад. Иногда машинка буксовала, но ничего страшного. Это только мы сейчас заметим. И так угол. Угол получился хорошо. Изнанка. Здесь хорошо видно, что было чередование полос по диагонали и по долевой. Вот так это выглядит в готовом виде. Все. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Креативных вам идей. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok